Всем привет! Сегодня у нас небольшой день в плане сбора урожая. Пойду сейчас собирать яблоки, свеклу и, наверное, немножко срежем укропа и прочую зелень соберем. Укропом начали заборник. Нужно было собрать в первую очередь мусор, который у меня остался до того, когда я собирал урожай. Я его не кидал в место, но по итогу так и не унес. Сейчас к нему пришло время заняться и перекопать заодно землю. Землю перекопать было на самом деле очень тяжело, потому что она была тяжелой от того, что вся промерзла. За это время у нас были некоторые заморозки, и я промерзла примерно на сантиметре 4, наверное, была влажная, плюс эти заморозки. Поэтому всю землю перекопать так и не смог, это было только до базилика. Потом решил перейти в парник и заняться урожаем, достатками, вернее, урожая там. Я собрал часть помидоров, мешочек отнес жене, там оказались они, в общем, пыльные, грязные, но сейчас они у нас досветают, уже на огне, и мы их уже понемножку едим. Все, конечно, мы, наверное, не съедим, часть, наверное, закатаем в банки, запаринуем, чтобы можно было что-то с ними покушать на зиму как-то. А то, что все у нас осталось, я решил тоже собрать в кучу, не знаю, в первый раз делаю правильно, неправильно поступаю, никто меня как бы особо не учил. В общем, собрал в кучу, оставил пока что перегнимать все в парнике, приходила ко мне жена, контролировала процесс, надеялась тем, что там делает сама дома. Поэтому по итогу я собрал все веревочки, думал, что они нам пригодятся на будущую зиму, вернее, на будущее лето, чтобы мы могли точно так же высадить примерно в том же самом порядке там огурцы, помидоры в теплице. Но в теплице в них в основном росли помидоры, а за теплицей росли огурцы. Землю сказали, мне нужно перекопать, не знаю, так ты или не так. В общем, землю я там перекопал по итогу. Пошел копать землю за оградом, бочку, которую я только что шевелил, в ней оказалась сухая трава, ну, я ее сжег. Пепел я пока что оставил там же, думаю, пусть еще будет камень, трава, я там тоже ее сжигаю. Здесь я копал как можно аккуратнее, потому что у нас везде есть корни деревьев, а еще у нас кругом клубника. Ну, бывшие хозяева насажали, не знаю, выйдет на что-то, в будущем году не выйдет. Потом погода ухудшилась, и я пошел копать горчицу. Тоже я не знал, как это делать правильно, по итогу я пытался ее притоптать сначала ногами. Ничего не выходило толкового, и я пошел за гасой. Жена мне тоже подсказала, говорит, давай, может, скосим сначала. Это все я скосил, по-быстренькому прошелся. Вот одну грядочку скашивал я, и вторую грядочку копала жена, потому что там была очень маленькая трава, а здесь была трава достаточно высокая, вот видно, наверное, насколько она высокая. Потом, по итогу, я стал перекапывать, и пошел к ширине немножко тоже, и подкосил, чтобы она порвала. Если было бы нормально, я ей тоже бы все докосил, но ей оказалось и так, в принципе, нормально. Ну, и начали мы перекапывать землю. На своем участке мне стало жарко, вот сейчас я даже говорю немножко в нос. Наверное, меня продуло из-за того, что я копал землю на открытом воздухе и, соответственно, вспотел весь ног, потом и замерз. По итогу, теперь будем лечиться, а в очередь к нам не пробиться, потому что огромные в поликлиниках толпы людей, которые ждут там часов по пять очередь, чтобы получить больничный, открыть больничный, закрыть больничный. Это вообще просто нереально, это сумасшествие, я бы сказал, не знаю. Потому что раньше такого не было, я тут пытался пару месяцев назад тоже получить больничный, потому что заболел, горло болело, но по итогу я пришел, отсидел примерно в коридоре больницы, там была очередь, никого не пускали в кабинет, они на второй этаж, мы сидели все около регистратуры, человек примерно около 30, и по итогу, когда я уходил, я прошел там два с половиной часа, я просидел, я в первый раз просто с таким столкнулся, доктор вышел, сказал, говорит, ребят, у меня закончен рабочий день, расходитесь. Оставалось еще 15 человек в очереди, то есть там очень медленно в очередь двигался, я не знаю, почему, вот такой эффект есть, когда ждешь свою очередь, никто перед тобой быстро не проходит. Но по итогу я обычно всегда очень быстро захожу, выхожу, я не знаю, может кто-то там что-то долго жалуется, записывает, или просто я такой человек, что говорят мужики, типа, с собой не следят, ничего не лечатся, там раз зашел, вышел, я ушел, ничего не болит. Нет, я не такой, я тоже все рассказываю, выясняю, но когда я полчаса там не сижу, обычно 5-10 минут максимум, все. Как-то так, но вот с этим огородом мы уже почти что закончили, горчицу я все закопал, на будущий год нам нужно будет ее снова перекопать, чтобы у нас была нормальная поля, нормальная, удобная земля, чтобы все могли посадить за новостью картошку и получить свой урожай, уже они покупной. Как мы и планировали, мы хотели по большей части все выращивать самостоятельно, потому что, ну, для чего мы в принципе покупали дом с землей, чтобы у нас были свои овощи, свои фрукты, и могли все делать по большей части самостоятельно. Конечно, потом мы пойдем заниматься баней, думали, что мы в бане сможем прогреться, не как в прошлый раз, но, к сожалению, опять же, там тоже не все вышло очень гладко, потому что баня тоже начала капризничать, нужно было, наверное, ее прогреть разок перед тем, как мы стали ее топить, но этого я не сделал. Потом я пошел забирать остатки винограда, я решил еще одну бочку поставить винограда, думаю, здесь из чистого сока сделать, без каких-либо примесей, набрал нормально, спокойно виноград, на видео я хотел показать, как виноград выглядит, но, когда я подошел к камере, она уже фактически села, и поэтому очень быстро мелькнуло то, что я показывал. Виноград на самом деле нормальный, крупный достаточно, хотя уже листов почти что вся опала, я поставил еще одну бочку с виноградом, получилось это, наверное, около 10 литров жмыха, примерно. Посмотрим, что из этого выйдет, сделаем еще одну бочку вина, закатаем пару банок трехлитровых свинцев. Я иду топить баню. Снова наша старая баня, будем пробовать ее протапливать, посмотрим, что из этого выйдет. Потому что в прошлый раз у нас не удалось топить нормально баню, у нас было холодно, холодно. Сейчас будем затапливать. Субтитры сделал DimaTorzok Советское крестьянство Северного Кавказа, будем им топить. Ну все, огонь пошел, холодно начинает немножко разгораться, будем ждать, когда разгорится полностью поленьем. Пока пойду готовить саму баню. Готовить здесь по сути нечего, все достаточно. Просто нужно постричь в коврик. Просто будем менять баню, потому что они старые, плохие, кривые. Все обещают в том, что так он с вами до билета, до вас до вас до вас. Надо купить, чтобы он был готов, чтобы он был готов. Ждем! Дом посчитается, но надо будет менять, посмотрим. Может быть, поменяю куда-нибудь. Ну вот, пока занимаюсь баней. Понюхаю дым. Понюхаю дым по виду о том, что сегодня делали. Сегодня перекопали огород. Горчицу, как было запланировано. Что мы еще сегодня сделаем? Поставил еще раз вино. Снял остатки винограда. Ну и, наверное, это основное все. Осталось... А, снял вино с остатками еще. Вот кому интересно я говорил, могу рассказать про то, как я делал домашнее вино. Никого не призываю это делать. Просто, если кому-то интересно, могу просто это делать. О том, как я сам начал это делать и зачем, в принципе, вообще. Интересно поставить какую-нибудь бутылку вина года на 2-3, чтобы посмотреть, какой она будет вкусом после. Вот, что мы еще сегодня хотели сделать. Сходить в баню, сделать ролик. Ну и завтра я собираюсь снять обзор дома. уже внутри, внутреннюю часть. Первая часть, в принципе, набрала какое-то количество просмотров, больше, чем все остальные ролики. Но, конечно, нет столько, сколько я ожидал. Поэтому, будем дальше делать ролики. Может, кому-то будет интересно смотреть его. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайк. Не понравилось, ставьте дизлайк. Всем пока.